Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Шхадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Депортированные трудовые мигранты создают почву для усиления криминальной обстановки в Таджикистане. Из-за безработицы отчаянные молодые граждане республики вынуждены примыкать к различным преступным группировкам. Вчерашние гастарбайтеры стали заниматься противоправными действиями. В стране наметилась тенденция увеличения краж и разбойных нападений. Из Хатлонской области передает Орзу и Карим. 28-летний Махмадулу Искандаров, житель района Джамулядин-Руми, Хатлонской области, год назад был депортирован из Российской Федерации. Родители, жена и двое детей жили за счет денег, заработанных им в миграции. Однако после депортации в Таджикистан мужчина столкнулся с проблемой безработицы. После безрезультатных поисков работы Махмадулу вместе с несколькими односельчанами решился найти средства с помощью грабежа. Они снимали колеса с машин на улицах и продавали ворованное. Милиция города Кургантюбе задержала ребят. Теперь в отношении молодых людей заведено уголовное дело. Махмадулу осознался в содеянном и выразил свое сожаление. Мы загрузили 20 автомобильных колес в машину Умеда, увезли и продали. Продавали по разным ценам, от 80 до 90 сумуни. Когда ты обеспечен работой и работаешь где-то, у тебя и мысли не возникнут пойти на преступление. В управлении милиции города Кургантюбе ежедневно поступают сообщения о кражах. В селах замечено воровство домашнего скота, посуды, даже дров. Эти случаи очень сильно беспокоят жителей Хатлонской области. Фархунда Хабибова, жительница Бахтарского района, рассказывает, повесив вечером белье на улице, утром она его не обнаружила. На нашей улице в последнее время участились кражи. Невозможно вывесить белье на улице. В основном крадут дорогие куртки и платья. Крадут даже ковры. Был случай, когда у наших соседей увели домашнюю скотину. Я заметила, преступления начались с тех пор, как молодежь стали депортировать из России. Участившиеся кражи и обращения жителей серьезно обеспокоили милицию Хатлонской области. По словам Бахрома Шарипзуда, руководителя Управления внутренних дел Хатлонской области, отмечается стремительный рост различных правонарушений и преступлений, что обусловлено возвращением трудовых мигрантов на родину. Преступник не различает добро и зло. Вернувшись домой, он продолжает совершать правоправные действия. Однако уровень раскрываемости преступлений по сравнению с прошлым годом увеличился. К примеру, за последние 15 дней Управление внутренних дел задержало 3 больших группировки, которые совершили более 50 краж, в том числе и хищение крупного рогатого скота. По статистике Управления внутренних дел Хатлонской области в прошлом 2015 году, в регионе было зафиксировано на 300 случаев краж больше, чем в прошлые годы. Краж стало больше на западе области за два последних месяца. На этой территории было совершено 100 ограблений. В большинстве случаев виновниками преступлений оказываются молодые ребята. Рахмон Дударзуда, эксперт в области экономики, отмечает, что если не урегулировать вопрос с людьми, въезд которым в Россию запрещен, то криминальная обстановка в республике усилится. После того, как российские власти ужесточили миграционное законодательство, многие таджикские мигранты вернулись на родину, так как проживать в России стало сложно. Многих просто депортировали. Теперь у них нет возможности вернуться в Россию в следующие 3, 5 или 10 лет. В Таджикистане же увеличились случаи воровства и жульничества. Если так будет продолжаться, и мигранты не смогут вернуться к своим рабочим местам, то грабежей будет еще больше, а людям придется жить в страхе. Сотням молодых таджиков запрещен въезд в Россию из-за нарушения правил проживания там. Вернувшись на родину, мигранты не могут найти достойного заработка, чтобы прокормить свои семьи. Они вынуждены вновь и вновь обращаться в миграционную службу в надежде выехать на работу в Россию. Только в январе 2016 года в областную миграционную службу обратились 686 жителей из числа тех, кто угодил в черный список ФМС Российской Федерации. Всего же за прошлый 2015 год в эту службу обратились более 8 тысяч человек. Репортаж подготовил Орзуй Карим, Хатлонская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете. www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.